В Павлодарской области молодежный театр оказался на грани развала. Труппу попросили освободить помещение. Теперь начинающие артисты репетируют на улице. Если местные власти не помогут юным талантам, пропадут не только от репетированные роли, но и созданные большим трудом костюмы, а также надежда попасть на большую сцену. Десятиклассник Евгений Хабаров уже выбрал дело своей жизни. С первого дня образования молодежного театра подросток не пропустил ни одной репетиции. Теперь юноша все свое свободное время тратит в качестве добровольного помощника на занятия с детьми младшего возраста. Евгений опасается, что труппа распадется. И тогда ему, как и сотням других аксусских подростков, ничего не останется, как проводить досуг на улице. Большинство нашей молодежи деградирует, потому что мало таких организаций, которые позволяли бы развиваться, позволяли человеку занимать свой досуг. В Аксус населением в 70 тысяч человек у подростков выбор небольшой. Либо спортзал, либо улица. Для тяготеющих к искусству молодежная театральная труппа стала настоящим подарком. Два года студия размещалась в городском дворце культуры. Взамен юные таланты помогали проводить городские праздники, участвовали в организации мероприятий. Однако теперь театралов попросили уйти. Получается, у нас младшая группа с 7 до 12 лет, старшая с 12 до 16. И, в принципе, возраст не ограничен, но на данный момент самый старший участник 48 лет. Теперь наставникам и актерам запрещено находиться в здании Дома культуры. Актеры даже не могут попасть в гримерку, где находятся их костюмы, без сопровождения. На обращение за помощью к властям в Акимате Аксу пояснили, что труппа официально числится как молодежное общественное объединение. А по закону сдавать в аренду или предоставлять помещение в госучреждениях неправительственным организациям запрещено. Эти два года им и так шли на уступки. Они могут пользоваться сценой, но кабинет для размещения, вот в кабинете, конечно, они размещаться не могут. Но пользоваться сценой и репетировать на сцене они, конечно, могут. Сцена – это пока единственное, что могут предложить власти молодым актерам. А вот помещение все-таки придется освободить. Чиновники посоветовали подросткам обратиться за помощью к меценатам. А пока 37 начинающих театралов вынуждены репетировать на центральном стадионе. Впрочем, на их место во Дворец культуры въедет новая театральная студия. Однако для Евгения это не утешение, ведь их трупа уже сложилась. Илья Рыбин, Марат Тимуров, Информбюро, Павлодарская область.